Полтора года назад Альянс Рено Ниссан Митсубиши представил новую долгосрочную стратегию работы, на основе которой каждая из компаний разработала свои собственные планы развития. Но теперь потребовалась некоторая корректировка. Итогом этой корректировки стала стратегия под названием Альянс 2030, которая включает подробнейший план действий для всех брендов на ближайшие 8 лет. Так в рамках Альянса будет усиливаться унификация. К 2026 году доля автомобилей на общих платформах вырастет до 80% против нынешних 60%, а количество самих моделей сократится со 100 до 90%. Скажем, у нового поколения Митсубиши ISX, уже показанного на тизере, будет родной брат под маркой Рено. Что касается модной ныне электрификации, то Альянс планирует потратить на освоение батарейных машин аж 23 миллиарда евро. И к 2030-му должны появиться 35 новых электрических моделей, что будут базироваться на пяти основных платформах. Вдобавок, Альянс планирует активно наращивать производство собственных тяговых батарей, параллельно снижая цену ячеек. За 3-4 года они должны подешеветь вдвое. Отдельного внимания заслуживает разработка эффективных твердотельных аккумуляторов. Уже известно, что такие АКБ появятся раньше намеченного срока, а стоить будут дешевле запланированного. Компания MMS Rus, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi на территории России, Казахстана и Беларуси, передала клиенту 300-тысячный Outlander. На российском рынке Outlander был представлен в 2003 году, со временем завоевав статус одного из самых практичных и надежных автомобилей в своем сегменте. А преодолев рубеж в 300 тысяч проданных экземпляров, этот кроссовер прочно закрепил за собой звание самого популярного Mitsubishi на рынке, сместив предыдущего лидера — семейство Lancer. За всю историю своего присутствия на российском рынке Mitsubishi Outlander сменил три поколения. Из проданных на текущий момент машин наибольшей популярностью у клиентов пользовались версии с двухлитровым двигателем — это 60% всех проданных автомобилей. Еще треть пришлась на версии с двигателем объемом 2,4. Несмотря на доступность переднеприводных исполнений, их выбрали только 12% россиян. Также нечасто наши соотечественники выбирали трехлитровый V6, на него пришлось только 6% продаж.